Приветствую вас. Простите, пожалуйста, сразу, если мой ответ как-то будет совпадать с тем, что вам написали мои коллеги, потому что я не читал их ответов, но я хотел бы вам помочь. Поздравиться, по крайней мере, помочь. Свой вопрос вы задаете очень кратко, как забыть человека, и давайте сразу скажу с вами так, что память, если угодно, можно убрать только гипноз. То есть вот если вы хотите именно убрать воспоминания о человеке каком-то, то здесь вам поможет только гипноз. Других средств, к сожалению, вот именно убрать воспоминания какие-то нежелательные, лично я не знаю. Другое дело, другое дело, что, может быть, речь идет не о воспоминаниях как таковых, а другое дело, что, может быть, речь идет о том, чтобы убрать негативные эмоции, негативные оценки себя, убрать негативные оценки себя, убрать негативные оценки себя, который вот есть у вас из-за этого человека, например. Это вот уже немножечко другие моменты. И понимаете, в чем дело? Вот как бы именно в этих негативных аспектах и заключается та суть, которая заставляет вас хотеть забыть человека. Вот эти негативные эмоции, негативные переживания, их природу, если угодно, и нужно будет с вами проработать, чтобы это вам больше не мешало. Чтобы эти эмоции вам не мешали жить, чтобы эти эмоции не мешали вам засветловать, получать удовольствие от жизни и прочее, прочее, прочее. Вот это то, что можно действительно и реально сделать. Для этого необходимо анализировать все то, что с вами происходило. Это работа, это серьезная работа, но тем не менее она нужна для того, чтобы вы могли забыть, чтобы вы смогли даже не забыть, а переформатировать воспоминания о человеке. Во-первых, почему вы не можете его забыть? Почему не можете отпустить его? Почему не можете жить дальше? Ответ на этот вопрос заключается в том, что он вам нужен, то есть человек нуден вам, и с ним у вас связаны определенные потребности. Вот если мы говорим с вами о потребностях, то это и является принципиально важным аспектом. Что это за потребности? С чем они связаны? Как они реализуются? Именно вами. Вот это нужно определить. Это принципиально важный здесь момент. Чтобы вы осознали свои потребности. Которые, по сути дела, и двигают вами в ту сторону, что вы не можете забыть человека. Вы не можете этого человека опростить из своих мыслей. Это вот очень важный аспект, который я хотел бы вам сказать. Далее, следующий аспект подмечается в том, как вы думаете о себе. Что вы думаете о себе? Думаете ли вы, например, о себе хуже теперь? Когда, ну вот, когда человека с вами больше нет. Попробую, хотите забыть. Сомневаетесь ли вы в себе? Ну, то есть, больше ли вы сомневаетесь в себе теперь? Или меньше ли вы сомневаетесь в себе теперь? В чем-то одном сомневаетесь меньше, в чем-то другом сомневаетесь больше. То есть, это вот такой очень важный момент, на самом-то деле. Важно, чтобы вы это понимали. Чтобы вы это четко понимали. Чтобы вы это осознавали. Это очень важно. Как вы думаете о себе? Что вы думаете о себе? Как повлияло на вас расставание с этим человеком? Что-то вот является принципиально важным значением. Для того, чтобы вам его отпустить. Далее. Далее происходит следующее. Вы видите человека, вот как субъекта определенных действий. Да? Вы видите человека. Видите, что он как-то что-то делал. И эти действия привели к тому, как вы себя сейчас чувствуете. Вопрос заключается в следующем. Понимаете ли вы мотивы и намерения этого человека? Понимаете ли вы, чем он руководствовал, когда поступал именно так, например, а не иначе? Понимаете ли вы его мотивы, понимаете ли вы его цели, понимаете ли вы его желания, осознаете ли вы их? Это вот тоже очень важный момент, если мы с вами говорим о том, чтобы вам человека забыть. Вы не забудете его до тех пор, пока у вас не будет завершено понимание картины поведения этого человека. Не выстроится вся цепочка, вся пирамидка восприятия другого человека. Какая это цепочка, какая это пирамидка? Пирамидка это следующее. Мы видим поступки людей. Просто поступки людей мы видим. Даже не всегда видим поступки людей. Мы видим результат их действий. Мы видим эффект от их действий. Это да. Это вот мы видим. А мы знаем, например, о том, что человек хотел сделать. Именно хотел. Какие у него были намерения, какие у него были желания, какие у него личностные качества были. Что определили такое вот его поведение. Этого всего мы не знаем. И нет ничего удивительного в том, что не зная данный аспект и не имея представления об этих аспектах, мы делаем неверные выводы относительно людей. И тем самым вредим себе. Поэтому, чтобы забыть человека, чтобы отпустить его, вам нужно на самом-то деле немного. вам нужно понять общую картину его поведенческой модели. И когда вы увидите эту, когда вы увидите общую картину поведенческой модели через анализ, вам будет легче человека понять, а поняв его, вы увидите, что его действия направлены не на вас, как вы думаете сейчас. Его действия направлены на себя в первую очередь. И понимаете, в чем дело? Когда вы перестанете концентрировать то, что с вами сейчас происходит на себя, и допустите, что человек мог делать это так же для себя, то это может быть никак не связано с вами то, что произошло. Вы ставите на путь отпускания этого человека, вы ставите на путь правильный, на путь верный, и таким образом постепенно-постепенно в процессе работы вы будете все менее-менее значимым ощущать для себя этого человека. и вместе с повышением уверенности в себе, работе над самооценкой, которая идет отдельным направлением, вместе со всем этим вы сможете снизить значимость для себя этого человека, которая точно чем-то определяется для вас. если снизите значимость, сможете его отпустить. На этом все, надеюсь, запомог вам, если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи вам!